С проверки знаний водителей началась акция, посвященная Международному Дню Безопасности на железнодорожных переездах. Вам ручка? Отметьте, пожалуйста, правильный ответ, как вы считаете. Как должен вести себя водитель в этой ситуации? Железнодорожники совместно с представителями ГИБДД в очередной раз пытаются привлечь внимание водителей и призвать их к неукоснительному соблюдению правил при пересечении переездов. С начала года в границах Орловско-Курского региона МЖД зафиксировано три столкновения автомобилей с подвижным составом. В целом в течение года мы в рамках подписанного губернатором комплексного плана выполняем все мероприятия, осуществляем ремонт переезда, осуществляем профилактическую работу с водителями, потому что в основном нарушения и дорожно-транспортные происшествия, которые происходят на железнодорожном переезде, они именно имеют человеческий фактор. Переезд в районе станции Стальной Конь расположен на главном ходу участка Орел, Москва. Так это звучит на профессиональном языке железнодорожников. Он не только один из самых интенсивных по движению, за сутки здесь проходит более 10 тысяч машин, но и оснащен по последнему слову техники в плане безопасности. Данный переезд оборудован всеми необходимыми устройствами безопасности для предотвращения инстанционированного выезда автотранспорта. Буквально уже два года назад были здесь оборудованы устройствами дополнительными, это противоторанные устройства, которые способны предотвратить выезд автотранспорта даже большегрузного на скорость до 60 км в час. Акция показала, что водители в целом прошли тестирование. В большинстве своем водители все-таки знают правила движения через железнодорожные переезды. Конечно, были некоторые ошибки, некоторые сомнения у людей, но я думаю, что сегодняшнее мероприятие будет таким толчком к тому, чтобы освежить свои знания. По сравнению с прошлым годом в Орловско-Курском регионе МЖД наблюдается хоть и незначительное, но снижение аварий на переездах. Светлана Бабарыкина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Светлана Бабарыкина.